Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости муниципалитета. Сегодня в выпуске вы увидите. Валерий Венцель вручил юбилейные медали сотрудникам Бутовской поликлиники. Мы сейчас достаточно часто встречаемся в коллективах, для того, чтобы лишний раз поблагодарить вас за вашу работу, лишний раз сказать вам большое спасибо. Состоялся очередной рейд по незаконным торговым точкам. Вы какие-то нарушения нашли? Побода, это баннеры, нарушения, да. Мы сейчас это все снимем. «Красота спасет мир» – проект Марина Романчук, выдвинутый на премию «Наша Подмосковья». Конкурс «Наша Подмосковья» – это все-таки денежная премия, может быть. И мы надеемся, что ее труд, ее творчество жюри оценят. В Бутовской поликлинике состоялось награждение медработников памятными медалями 90-летия Ленинского района. В недавно построенной амбулатории собраны опытные специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь своим пациентам. Об учреждении и его сотрудниках расскажет Арсений Рогозянский. Несмотря на то, что Бутовской поликлинике менее трех лет, она уже была отмечена престижной областной премией. Главный секрет успеха – дружный и сплоченный коллектив. В 2018 году амбулатория заняла первое место как лучшая поликлиника в регионе. Заведующая учреждением Елена Зинатулина утверждает все дело в квалифицированных сотрудниках и хорошей технической базе. Поликлиника оснащена современнейшим оборудованием, устроенным и благоустроенным в соответствии со стандартами, со всеми теми требованиями, которые должны быть при оснащении поликлиники. Памятные медали вручил глава Ленинского района Валерий Венцель. Он тепло поблагодарил сотрудников поликлиники. В преддверии вот такого праздничного события мы всегда во вторую субботу отмечаем, сентября, день города и день района. Городу 54 года, району 90 лет. Мы сейчас достаточно часто встречаемся в коллективах для того, чтобы лишний раз поблагодарить вас за вашу работу, лишний раз сказать вам большое спасибо. Награду получила Галина Иргашева. Она 6 лет работает медсестрой в бутовских школах и детских садах. В Ленинский район Галина Николаевна приехала из Владимирской области по воле случая. Мне преддружка принесла объявление, говорит, что московский садик требуется медсестра. Ну, в общем, я оставила своих детей и поехала работать, начала с 26-го садика в Укоморье. Медали медалями, а рабочий день никто не отменял. После церемонии награждения сотрудники вернулись к обычному режиму, чтобы здоровье каждого обратившегося в поликлинику человека как можно дольше было в порядке. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Еженедельная комиссия, в которую входят представители администрации муниципалитета, сотрудники Министерства внутренних дел и Госадомтехнадзора, проводит рейд по торговым точкам городского округа и выявляет тех предпринимателей, кто выходит за рамки закона и ведет свою деятельность без лицензии. В рейд с комиссией отправилась и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Подобные мероприятия в нынешнем году проводятся 2-3 раза в неделю. Сегодня комиссия отправилась на Володарское шоссе в Молоковское поселение. Спектр вопросов, на которые обращается внимание при подобных рейдах, довольно большой. Выявление незаконной торговли, в том числе продукции без сопроводительных документов, продажи продуктов в местах для этого не предназначенных. В этот раз особое внимание к фурам, припаркованным на обочинах дороги. Сезон созревания фруктов и овощей, он всегда сопровождается этой незаконной торговлей. Когда предприниматели по-быстрому хотят заработать денег, так это назовем, покупают что-то на оптовых рынках, выезжают на федеральные и региональные трассы, открывают борта и пытаются продавать продукцию. Вот это мы должны пресекать. В ходе рейда незаконной торговли с грузовиков обнаружено не было. А вот при проверке одной из стационарных торговых точек, владелец не смог предоставить сотрудникам Госадмтехнадзора разрешение на размещение вывески. Какие-то нарушения нашли? По поводу баннера, нарушения, да. Мы сейчас это все снимем, все снимем, все будет, скорее всего, влажиться. Нарушения, которые баннеры, которые незаконные, которые выставлены. Нарушение хоть и будет устранено, но штрафы избежать предприниматель уже не сможет. Сотрудники надзорной службы составляют протокол, а продавцы спешно снимают незаконную вывеску. Всего с начала года сотрудники Госадмтехнадзора демонтировали 248 информационных стендов, а сумма штрафов с юридических лиц составила 1 миллион 230 тысяч рублей. Нарушителей выявляли в том числе и в ходе таких рейдов. Проверяется полоса отвода дороги, автодорога Володарское шоссе, на предмет наличия мусора, нежественной территории, самовольное размещение в торговых объектах, самовольное размещение информационных средств. То есть все, что касается ненадлежащего состояния. В ходе рейда было зафиксировано несколько мусорных навалов. По этим фактам также будут возбуждены административные дела. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. «Красота спасет мир» – так называется проект Марины Романчук из поселка Володарского, с которым она участвует в премии «Наше Подмосковье». Глядя на то, что Марина вместе со своими воспитанниками делает своими руками, с таким названием нельзя не согласиться. Прикоснулась к прекрасному и наша съемочная группа. Скручиваем блестящее вовнутрь. Потом мы это склеим в наш получившийся цветочек. А уже цветочек на основу наших лепестков. И таким образом у нас получится такое украшение на руку. Марина Романчук занимается ростовыми цветами, которые изготавливает из специальных материалов – фоамирана и изолона. Улеклась техникой сравнительно недавно, но быстро поняла – это любовь надолго. Поразили габариты небольшие. То есть они и так красивые, яркие. Сам фоамиран, если вы видели, он блестящий, однотонный. Но он цветной, цветовая гамма просто безумная. И хочется потрогать. Попробовала месяц-два, не отпускает, еще, еще, еще не отпускает. Могу в 9 утра сесть и до 12 ночи готовить. Ну, это все делать, рукодельничать. Помимо цветов Марина делает шикарные светильники, пасхальные яйца, браслеты и украшения для волос. Но именно цветочные композиции привлекают больше всего внимания. Марина, а вот такая вот большая композиция, сколько на нее было времени потрачено? Почти месяц. Сначала все вырезается. Потому что, если видите, материал тоже это фоамиран, так он глиттерный называется, он блестящий. То есть каждое все это вырезалось, придавалась форма, потом клеилась. Серединка, чтобы внутри, чтобы она держалась, это тоже занимает времени. После того, как наша героиня освоила технику сама, пришло желание делиться умением с окружающими. С тех пор мастерица проводит мастер-классы для детей и подростков в местной библиотеке и на поселковых праздниках. Мне очень понравился этот мастер-класс. И он, в принципе, очень полезен и увлекателен. Можно подарить кому-то или самой себе забрать, или даже как на память. То есть ты вот такой вот цветок сняла в первое свое посещение мастер-класса. Тебе тяжело было, расскажи? Нет. Просто было интересно. Ты во всем этом сразу утопаешься и прям очень нравится. Марина – волонтер. Занятия проводят бесплатно. Все материалы и инструменты, а их требуется немало. Мастерица покупает на собственные средства. Поэтому все причастные к проекту очень надеются, что его заметят. Если получится все-таки получить эту премию, закупка материала, закупка инструментов. Видели сами, да, что приходится работать. Все в одном экземпляре. Хочется, конечно, каждому оборудовать места. Ту красоту, которую показывает наша Марина, ту красоту, которую постигают наши девочки, то есть это и дети, и подростковый возраст, я думаю, это хорошо для развития девчонок наших. Для того, чтобы ей дальше двигаться, развитие, ей же для таких вещей нужно помещение, куда материалы все это убрать и все. И средства нужны. Поэтому конкурс наш в Подмосковье – это все-таки денежная премия может быть. И мы надеемся, что ее труд, ее творчество жюри оценят. И мы будем за нее очень рады. 6 сентября вместе с остальными соискателями премии «Наша Подмосковья» Марина Романчук проведет презентацию своего проекта «Во дворце спорта «Видное». Всего на премию от поселка Володарского в этом году подано 4 проекта. И все так или иначе связаны с поселковой библиотекой и благотворительностью. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На территории Ленинского городского округа в парк отеля «Орловский» состоялся фестиваль семейной рыбалки, организованной радио «Комсомольская правда». С раннего утра рыбаки, вооружившись удочками, снаряжением, приманками и фирменными рецептами прикорма, заняли свои места в рыболовной зоне на берегу реки Людовны. У меня, знаешь, какая легкая рука? Сейчас больше всех поймаешь. Я тебе шарики привяжу, и ты поймаешь больше всех рыб. Конкурс рыбалки продолжался с 5 утра до 14 часов дня. Рыбка ловилась большая и маленькая. Кушки у тебя берутся, да? Почти каждый рыбак приехал с командой поддержки, семьей и друзьями. Пока шли соревнования по рыбной ловле, остальных гостей пригласили поучаствовать в мастер-классах и конкурсах от радиоведущих «Комсомольской правды». Здесь учили флористики и декору, рисовали, готовили, играли в футбол, баскетбол, аэрохоккей и танцевали. Очень хорошо было, очень много занятий было и для детей, очень много развлечений. Очень пью, очень хорошо. Конкретно я поучаствовала во всех мастер-классах. Артём Ермошин рыбачит с четырёх лет и помнит, как поймал свою первую рыбку. Это было зимой. Я пришёл с мамой на прогулку на реку. Там сидела бабушка и дедушка. Я попросил, как маленький мальчик, удочку и случайно поймал вот такого вот ерша. Так что я этим заразился. На фестивале Артём стал победителем в номинации за самую длинную рыбу. В этот день наградили рыбаков за самый тяжёлый улов – больше 26 кило, за маленькую рыбку весом 20 граммов и за тяжёлую – в один килограмм 381 грамм. Все разошлись по домам с хорошим настроением, призами и, конечно, со свежепойманным уловом. На сегодня это всё. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!